Итак, друзья, помните, такая была проблема, выходит обновление, вот оно вышло, вот оно установлено, несколько часов времени потрачено, а что вообще изменилось-то вообще, где нововведение, что конкретно? Так вот, друзья, теперь Microsoft решили в версии обновления 2.0.1.90, которое сейчас Windows Inside Preview, конечно, к сожалению, только, значит, они наконец-то все-таки догадались сделать советы, вот так оно будет выглядеть, вот так оно, конечно, размазано, но смотрите, мы знаем, что пользователям не всегда понятно, что изменилось в системе после установки обновления, а также как найти и испытать появившиеся функции улучшения, из-за этого обновления могут показаться вам бесполезными и отнимающими много времени, мы хотим изменить это, говорится в сообщении Microsoft, после установки данной версии Windows 10, пользователи будут смотреть приложение Совет, которое появится на рабочем столе и представит информацию о новых функциях, появившихся недавно в ранних версиях сборки ОУ, операционной системы. Следующее нововведение, теперь, вот видите, Graphic Performance, можно изменять, если у вас, допустим, есть GPU, видеокарта GPU, видите, или видеокарта отдельная, теперь в каждом приложении, вот видите здесь приложение, да, выбирайте, какое приложение будет открываться с какой видеокарт, вообще в ПК может быть несколько видеокарт, и тут очень будет полезно, то есть вот это приложение с этой видеокартой, это тоже очень полезно. Менее значительное изменение затрагивали разные компоненты операционной системы, например, разработчики устранили проблему, который в ряде случаев приводил к тому, что после выхода из спячего режима на устройстве с поддержкой сенсорного ввода, перестал отвечать на запросы Explorer, исправленная проблема, из-за которой после запуска электронного диктора иногда появлялось окно блокировки, требующее повторной авторизации в системе. Мы ознакомимся с полным списком, можно здесь изменения. Ну, короче, друзья, сами проходите, если вы хорошо, если ваш браузер хорошо переводит, как у меня, да, то можно вообще, конечно, любоваться, очень долго смотреть и удивляться. Вау, как круто, как много изменений, как я буду их использовать, друзья, у меня одна видеокарта и все приложения открываются этой видеокартой. У меня не было проблем с Explorer, у меня нет сенсорного экрана, ну и так далее. Вот, так что, друзья, ссылочка на статью будет в описании, я говорю, всего доброго, всем пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok